Всем привет, канал НЕЧАЙ! Второй выпуск обзора кругляшей. Многие сказали, что ура, ура, урурошеньки, уруру, любитуший, аушеньки. Это обзор за всю неделю самых забавных кругляшей, видосов, которые выкладывались в телеграм-каналах футбольных блогеров. Сегодня за кадром Антоха. Антоха, дай-ка шуму. Круто, что вы вспоминаете Кек Юнайтед, дали мяч фигач. Клево, что мы поймали немножко эту атмосферу. Но многие сравнивают этот формат с форматом Фидос Ньюс. Действительно, что-то есть похожее, но есть и разница. Потому что Фидос, он старается, он набирает новости, берет какие-то интервью, действительно прям разбирает каждую новость. А у меня смешно. Ну, для меня, по крайней мере, точно. О, это пуф и панты. Сегодня мы обсуждаем не только новости кругляшей телеграм-каналов, но и новость для меня. У меня появился новый легальный партнер, компания Парибет. Самое приятное, что он меня поддерживает, но также приятно, что он может поддерживать и вас, и увеличивать ваше удовольствие от спорта. Множество событий вы можете увидеть на сайте Парибет, если туда перейдете. Футбол, хоккей, киберспорт, UFC, бокс, бег черепах. Ладно, вру, такого нет. Перейдешь по ссылке в закрепленном комментарии, зарегистрируешься, получишь еще и фрибет в 1000 рублей. Главное, не забудь пройти до конца верификацию. Не пройдешь никакого фрибета, пройдешь вот тебе фрибет. Запомнил? Переходи. Да блядь! Погнали, первый кругляш. Про кого? Естественно, про Прокопчик. Фу, закончили играть. Всем пьет. Закрыто. Фу, суна. Фу! Понял этот уровень пранка? Сколько эмоций. Фу, я устал, закончил играть. Ха! Это незакрытое. Ээээ. Кожемяка такой, вот тебе. Понимаешь? Будьте все осторожны, друзья. Фил, Воронин, посторонись. Какой шутник подрастает. Мистер Пранк. Пранккоп. Привет, у нас сегодня необычное видео. У нас сегодня пранк. Какашки. Если прислушаться к этому грабляшу, то в какой-то момент он говорит Всем пиво! Всем пиво. Странно, что это говорит Прокоп. От Прокопа можно услышать Всем голубую лагуну! Всем яблочный мартини! Ты что, голубой что ли? Прокоповые пранки? Ну это что-то нечто. Это какой-то реально новый уровень пранка. Посудите сами. Пьет пиво из закрытой банки. Переходит в Тудроц, когда хочет играть в футбол. Ну это реально новый уровень. Учитывая, что в медиалиге недавно Эрик Студроц покритиковал людей, которые выпивают на медиалиге, когда был пьяный Волик, Кожемяка там выпивал тоже на трибунах. Ну давайте тоже действительно подхватим этот тренд и скажем, что алкоголь это вредно. И Прокоп то, что делает, ну это позор. Ну это не футболист. Футболисты так не делают. Кто чеканет банкой пива один раз? Ну в слабом звене ты не заработаешь ничего. 15 раз минимум. Футболщик. Мальчики походят на качку. И все самое главное, давайте отреагируем на Никиту Кожемяку. Потому что в какой-то момент ты наблюдаешь за Прокопом. Слышишь на заднем фоне, как ржет, кайфует Кожемяка. Вдруг камера наводится на Кожемяку. И Кожемяка сразу такой серьезный и фак показывает. Ну это типичный латентный зритель Миши Прокопа Ну все обожают Прокопа, все любят его тиктоки Но как только тебя спрашивают, смотришь ты Прокопа, ты такой нет, нет Я, тикток, Прокоп, не надо Вот это ты оторван Передвигаемся в другой кругляш, крутимся как кругляши Тудротсом Некит из Тудротс общается с красавчиками из Тудротс Цены, новая лига стартует на Тудротс, пока без спойлеров Но вот первый тур такой, я против Алекса Тихий убийца, сайлент киллер Брат, есть что передать своим? Биг, своим давай, быренько закинь Не знаю, что говорить под саму, сейчас куёпся с белкой Сейчас у нас, нужно вырвать у него победу Мне кажется, пришло время признаться в любви Алекса из Тудротс, это действительно новая звезда Тудротс Но это прекрасный мотиватор для всех зрителей Даже если ты не умеешь говорить Даже если ты не умеешь играть в футбол Даже если у тебя одна губа Ты всё равно можешь стать футбольным блогером Брат, есть что передать своим? Ещё, конечно, очень нравится Некит Но я его давно люблю Но клёво, что он развивается Я развиваюсь или нет? А ну, я развиваюсь Видно, что он начал ходить в Sky End Сразу же, как только он говорит тихий убийца Он переводит сайлент киллер Скоро он будет говорить всем привет на английском Как пройти к Тауэрскому мосту Но самое главное, когда он поймёт, как сказать Он его ударил по-английски Вообще, это был тизер к новому сезону Старого формата, к новому формату Как это назвать, не знаю правильно Ну, типа, новая лига Они снова там снимают в разных футболках Из разных клубов Но мне кажется, что, посмотрев на этих ребят Ты понимаешь, что пора уже запускать Совершенно новый формат на Тудроц Проигравший в штрафных Делает нормальную прическу Ну, чё-то в этом есть Ну, давайте попробуем посмотреть на кругляш Райзена Из телеграм-канала Брокбойс Я раздавлен Это заговор против нас Меня кто-то, видимо, специально понял проклят Но не бойтесь Я вернусь И в следующих матчах буду машнить так Чтобы не происходило то, что произошло сейчас Самое интересное в Райзене Это, конечно же, Дима Егоров Его в этом кругляше не было, поэтому немножко скучненько стало Еди нахуй, просто А вообще, конечно, очень круто, что Райзена мы видим в совершенно разных ипостасях И уже на протяжении многих лет он существует в Ютюбе Потому что благодаря этому мы можем увидеть, как из маленького щуплого парня Райзен превращается в Тамби Бабки, сколько? Сколько бабки поднимает? Мне бы что-то Аль Капоне Аль Капоне? Ты посмотрели, как он бежал просто Ха-ха-ха-ха Ну не бойтесь, я вернусь Продолжаем тему броуков Смотрим видос, как броуки пытаются все-таки уломать Денису Глышакова Играть за броуков, хотя он уже в форме fk-reality Райзен пытается все время, знаешь, такой какой-то энергетикой типа Привет! Пойдешь к нам? Ну вообще неудивительно, что броуки не теряют надежду, что Денис может к ним перез... перезайти Выйти и перелогиниться, короче Но вообще мое мнение, что Глышаков не нужен футбольному клубу реально Судя по последним пресс-конференциям, Райзен уже дал им прозвище бандиты Fk-reality бандиты А какие бандиты ходят с Глышаком? Ну а теперь главное счастье этой недели для меня Я нашел человека с самой лучшей фамилией в мире И поделился этим в своем телеграм-канале Кстати, подписывайтесь Друзья, я... ну это невероятно Вот Саша, Саша, как тебя зовут? Представьте Меня зовут Александр Пуков Прям вот, прям реально Да, Пуков Ты Александр Пуков? Да Саша Пуков, Александр Петрович Пуков? Да Пуков Ну это же... ну это же великолепно Это прекрасно, ребят Саша, я не хочу тебя никогда терять Ну вообще, по идее, Саша Пуков, я на него посмотрел Он хорош в футболе Но я уверен, что у него получилась бы отличная карьера в армии Только представьте Полковник Пуков Или капитан Пуков Или что уж скромничать Генерал Пуков Фидосу вообще готов отдавать его как лучшего друга А сам отказывается от звания лучшего друга Фидоса Единственное, что... ну Саше пора уже идти в паспортный стол Уже взрослый парень и поменять имя с Саши на много Много пуков звучит гораздо круче Ну что ж, ребятки, сегодня я буду учить вас, как пукать незаметно Самое забавное, что Саша уже, ну, 18, даже больше 20 лет И он все равно ржет над собственной фамилией, когда его спрашивают Пуков, да Пуков Ну, что я могу сказать Официально объявляю, пора вернуть формат Нюхаем Бутсы Потому что у нас появился идеальный судья Ну что, это нормально Это же вы Ну и, естественно, конечно, коли мы вспоминаем старые форматы Естественно, на Саше Пукове когда-нибудь должен оказаться микрофон на поле Что мы услышим, не знаю Хотя есть предположения Отдохнули Пуковым, мы возвращаемся к Броукам И сейчас мы посмотрим, как Саша Фифа, Саня Андреев, извиняюсь, участвует в биатлоне Он наш начальник, с дивным положением Он побеждать пришел Но там еще Кабанда Броуки 2 Нужно сохранить, корей его Смотрите, как побежало Смотри Руку, вот сюда Это же? Какая-то шляпа Может, за него, может, вольнете разок? За него, может, вольнете? Сейчас опять штратных кругов, пиздец Пока Пока он сказал Саня Андреев переживает, ну, вообще, какую-то новую молодость Потому что, вот сейчас в паблике Ничай ВКонтакте, кстати, подписывайтесь Любой мем про Псаню собирает x3 больше лайков, чем любой другой смешной мем Можно даже не смешно написать про Сашу И все такие Саша, Саша Ну, а теперь совершенно понятно, о чем кричал Каброуков Стреляем-пуляем Потому что он бежал Потому что он бил Потому что по нему не могли попасть Люди говорят то, что Макгрегор хорошо разговаривает Макгрегор никто по сравнению с ним По нему никто не попадал А когда они попадали Им казалось то, что они совершили чудо Я, конечно, не мастер биатлона Бывало ли когда-нибудь пять штрафных кругов Но это же супер Мне кажется, ну, учитывая, что Саша Раньше любил создавать ютуб-каналы Что-то там, какие-то инстаграмы Ему пора завести еще один телеграм-канал с кругляшами И назвать его пять штрафных кругов Я вообще хорошо знаю Сашу Мы раньше вместе с ним всегда ездили в Москву из Королева Я могу точно сказать, что он повзрослел Он прям изменился, он возмужал Но все равно остался подростком Потому что до сих пор не может справиться с черными точками Какая-то шляпа Ну не могу, не могу я не возвращаться к Прокопу Возвращаемся к Мише Прокопу И видос, как он в телеграм-канале Стаса Сычева Врезался в бабу Ролик уже на канале По-моему, просто горячок максимально Миш, как тебе ролик? А, я еще не смотрел, я побежал, смотрите Блин Сука тут Миша, Миша, тише, тише Скоро МКС Успеешь еще поработать корпусом На самом деле Прокоп просто увидел впереди Что идет Сослан Готагов Понял, что сейчас начнется еще одна пресс-конференция Что ему придется выслушать Станешь тренером, поймешь И решил убежать Глупый пиздюк На нахер Вообще, если кто не знал Миша Прокоп очень скромный Особенно по отношению к противоположному полу И это единственный шанс для него поцеловаться с девушкой Нихуя же, блядь Ну а теперь немножко актуального юмора На самом деле То, что мы сейчас увидели в этом видео Это олицетворение того Когда ты бежишь смотреть ролик, который недавно вышел на ютюбе А у тебя тормозит VPN Следующий видос с телеграм-канала Броу Гойс Естественно, снова мы смотрим, как Лев Борисович отнимает телефон у Райзена Саня Фифа в конце спрашивает Что происходит? А я скажу, что происходит Лев против? Ну все Коль Лев Борисович отнял камеру у Райзена Теперь на канале на спорте Мы увидим только формат реакций Тут съемка видео запрещена, блядь Такое ощущение, что Лев Борисович Ну в целом ему пофигу Потому что, ну какой конфликт? Ничего не происходило Лев Борисович просто решил отжать телефон у Райзена Но заметьте Как спокоен Райзен Почему? Да все очень просто Потому что его Face ID Может распознавать только его лицо И лицо тамби В прошлом выпуске мы смотрели в кругляшах Броков Насколько пьян Клен В этом кругляше мы увидим, насколько пьян Сашка Андреев Ну ты готов к пресс-конференции? Я пиздец Что с речью, блядь? Стичу все в порядке Но я в говно, это факт Подожди Мы выпили все шампанское, которое мы на билеталоне взяли И мы еще с собой забрали четыре блюда Бля, старик Мне тебе рекомендовали Дейский Ишань, слюз Олег Да, не старики Блядь Облом какой Пойдем, пойдем Пойдем Бля, вы хорошие Не завязывай Что? Есть слюз? Бухой Саня FIFA это всегда радость для глаз Спасибо, что ты есть Я не знаю, чем он там накидался Но я предлагаю всем, у кого есть контакты с Саней FIFA Переименовать его Учитывая, что он не любит, что его называют Саней FIFA Переименовать его в Санчелло Лиманчелло Есть слюз? Ржали мы ржали над Сашей FIFA в биатлоне Что у него пять штрафных кругов А он походу выиграл чемпионскую гонку Но я в говно, это факт Первый тур медиалиги броуки вообще сыграют в форме атлетика Но теперь у них есть официальная форма Радостно их видеть в форме Но в лучшей форме находится Саня FIFA Есть слюз? Так может быть наоборот Сначала была пресс-конференция А потом Саня оказался на биатлоне И из-за этого у него мишени превращались в пять мишеней Но я в говно Дорогие друзья, на сегодня это все Я надеюсь вам так же понравилось, как и первый выпуск А может быть и лучше Спасибо вам большое, спасибо, что поставили лайки Спасибо, что перешли на какие-нибудь телеграм-каналы Может вам действительно заинтересовал какой-то из телеграм-каналов Все материалы, которые мы использовали из телеграм-каналов Есть в описании И особенно мой С самыми большими буквами На него переходите И там я нахожу Сашу Пукова Всем спасибо, друзья Увидимся через неделю, надеюсь Пока